Более полусотни медалей у дагестанских сельхозтоваропроизводителей. Это итоги 19-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень». А правительство Дагестана получило гран-при за вклад в развитие сельского хозяйства страны. Крупнейший в стране смотр достижений отрасли проходил на территории ВДНХ и по традиции собрал ведущих аграриев со всей России. Раима Абдулаева оценила масштабы дагестанской экспозиции. Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» прошла на территории ВДНХ в Москве и по традиции собрала ведущих аграриев со всей России. Открывая выставку, председатель правительства Дмитрий Медведев поздравил гостей и участников с Днём работника сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности. Мы будем также стремиться к тому, чтобы развивать сельские территории в рамках тех государственных проектов и программ, которые мы реализуем, будем строить жильё и дороги, школы, фельдшерские и акушерские пункты. Продолжим ремонтировать дома культуры и клубы, что появилось относительно недавно, но мне кажется очень важным, создавать вообще нормальную инфраструктуру для жизни на селе. Агропромышленный форум собрал в этом году на своей площадке 1400 предприятий из 70 регионов России и 15 стран зарубежья. Сельхоз предприятия и представители фермерских хозяйств представили лучшие региональные бренды своих субъектов. А председатель правительства России Дмитрий Медведев, попробовав блюдо из дагестанского ягнёнка, назвал производимое в республике мясо самым вкусным. В ходе выставки стенд Дагестана посетили министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский и другие высокие гости. Это дагестанский урбек. Урбек открывать можно посмотреть. Это просто кваша? Да, нет, это из абрикосового коста, что сделано. Это ореховая паста? Вот она, да. Это лён, это абрикосовый. На хлеб мазать? Да, да, на хлеб. Утром натошак. Вообще, тонус поднимает сильно. Ну, естественно, мы в прошлом году получили 20 наград золотых. В этом году, надеемся, больше будет наград, и мы возьмём больше 20, чем в прошлом году, медалей. Урожай в Дагестане в этом году действительно очень хороший. Наши овощи, фрукты, а также алкогольная продукция, дагестанские горные чаи, наши колбасы и курдюк – всё это пользуется большим спросом у москвичей, у всех посетителей выставки. Из 56 завоёванных дагестанскими предприятиями на золотой осени медалей, 41 оказались золотыми, 10 – серебряными и 5 – бронзового достоинства. Особенно отличился на выставке Кикунинский консервный завод, на счету которого 14 медалей высшей пробы. Предприятие занимается выпуском натуральных соков, урбеча, тушёнки и детского питания. Мы просто восхищены. 14 золотых наград – это просто для нас подтверждение нашего качества работы. Но мы на этом не остановимся. Мы будем дальше работать под девизом «Здоровье нашей нации». Также в этом году в работе специального раздела выставки «Животномосты и племенное дело» приняли участие несколько дагестанских животномоческих предприятий. Агроферма «Чок» Гунибского района, СПК «Восток-2» Рутульского района, СПК «Михельтинский» Гумбетовского района привезли в Москву племенных овец, дагестанская горная, лизгинская и тушинская пород. Все эти хозяйства были отмечены организаторами выставки с золотыми медалями. Вот этот вес баран 4 года с половиной, 105 килограмм веса. Приблизительно, они особенностеченные, вот в этом курдюке до 25-27 килограмм доходит от веса барана курдюк, один курдюк. Дагестанские вина и коньяки, колбасы, сыры, разные сорта чая из дагестанских горных трав, оформленные по типу наших матрешек-марьяшек. И, конечно, курдюк и сушеное мясо пользовались спросом у посетителей выставки. Наши традиционные продукции, значит, появились большие интересы. Не только наши, значит, дагестанцы, москвичи, даже представители из Розилии, из Финляндии, значит, из Германии были представители здесь, из других стран, они проявили интерес, значит, нашим курдюкам, значит, ходим сырам, проявили интересы. И они заключают сами договора по поставке этой продукции. За заслуги в агропромышленном производстве, активную общественную работу и многолетний плодотворный труд заведующий Ногайским ветеринарным управлением ГБУ Республики Дагестан Акушинское районное ветеринарное управление Муртузали Айгубов был удостоен звания почетный работник агропромышленного комплекса России. Заслуженную ведомственную награду ветеринарный врач получил из рук министра Александра Ткачева. Также на прошедшем в рамках «Золотой осени» международном форуме СНГ «Миллиорация, технологии и инвестиции» была особо выделена деятельность ФГБУ Минмиллиорадхоз Республики Дагестан и его директора Залкипа Курбанова. В знак благодарности за проводимую в регионе работу директор департамента миллиорации Минтельхоза России Валерий Жуков вручил главному миллиоратору Республики Дагестан именные часы. Хотел бы поздравить всех работников сельского хозяйства с праздником Днём работников сельского хозяйства, пожелать крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе и больших и хороших урожаев. Кульминацией российской агропромышленной выставки стало вручение правительству Республики Дагестан гран-при за вклад в развитие выставки. Однозначно агропромышленный комплекс Республики Дагестан на подъеме. И последние 3-4 года он показывает уверенный рост во всех отраслях. Это и в растеневодстве, и в животноводстве, и в виноградарстве. И, конечно, самый большой ажиотаж на ВДНХ в финале выставки, когда вся выставленная в экспозициях продукция распродается, а чаще просто раздается посетителям. Но когда еще у москвичей будет возможность попробовать разом деликатесы всех регионов России? Раим Абдулаева, Амир Амиров. Время новостей. Раим Абдулаева, Амиров.